Трагическая история Жаклинса Бурида. История, потрясшая Америку. Жизнь после автокатастрофы. Эта симпатичная молодая девушка, я. Я хочу рассказать вам свою историю и надеюсь, что она поможет сберечь чью-то жизнь. Моя жизнь ничем не отличалась от жизни миллионов детей. Я была единственным ребенком в семье и была очень счастлива, наслаждаясь любовью моих родителей. А это я в 15. В 1999 году мне исполнилось 20 лет. На этой фотографии я и мои друзья. Мы вместе отмечаем день рождения моего друга. Затем мы вместе отправились домой. Навстречу нам ехал джип, за рулем которого сидел симпатичный 17-летний парень. Он сел за руль, выпив изрядное количество пива. Молодой человек был отличным водителем и раньше он не попадал в аварии. До этого дня. Машина, в которой мы ехали, полностью сгорела. Я оказалась зажатой искореженным металлом внутри горящей машины. Двое моих подруг погибли сразу. Это отец одной из них. Не только мои друзья умерли в тот день. Умираю и я. Я умираю самой страшной смертью, которой только можно умереть. Я умираю, оставшись живой. 60% поверхности моего тела сгорело. Моя внешность умерла. Мое лицо. Мои волосы. Мои глаза. Мои уши. Мой нос. И мои руки умерли. Каждый день я умираю от боли. За 4 года я перенесла 50 операций. А это мои успехи и увлечения. Водитель, по вине которого произошла трагедия, он ничем не отличается от вас. У него были друзья, были мечты, успехи и ошибки. Его самой большой ошибкой было то, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь он страдает от чувства вины. Его мучают ночные кошмары. И слезы не приносят утешения. Людей, которые ушли из жизни, уже не вернуть. Чтобы подобная трагедия не произошла в твоей жизни и в будущем, тебе необходимо принять правильное решение сейчас. Выбор в твоих руках. Откажись от алкоголя сегодня.